Продолжение следует... 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 Но нет, нет. Равно как и зубной щетке, здесь тоже нет. Ну и по классике. Горячее это холодное, а холодное это горячее. Да здравствует 80-е, 90-е, когда варенки были в моде. Сейчас, видимо, тренд вернулся. Хотела я, конечно, как белый человек ходить по выставке в чёрных джинсах, но не судьба. Эти штаны единственное, что подошло мне по размеру в магазине Gloria Jeans. А магазин Gloria Jeans был единственный ближайший приличный магазин. Одежду надо покупать в Gloria Jeans. Подожди, я куплю без примерки. Подожди, я поняла. Ну вообще, джинсы мне очень-очень понравились и сидят хорошо. В торговом центре Green Park я их купила. Ещё был магазин Подружка и магазин Улыбка Радуги. Вот так будет лучше видно. В Улыбке Радуги я мицеллярку купила, уже в ванну поставила. И мне ещё дали в подарок масочку. Ну вообще, замечательно, я считаю, что тут у нас. А, SPA перчатки для рук. Ну, тем более, у меня руки сохнут лично в холодное время года. Далее я купила, не удержалась, специальные такие патчи, чтобы можно было без боязни, что тени осыплются тебе на щёки, аккуратненько нанести тени, сделать какой-нибудь там графичный элемент. И вот только-только я подумала, что неплохо было бы купить такую штучку, которая называется у нас штамп. Значит, вот это штамп большой, а скрапер это, ну, такая пластинка, которая излишки лака для ногтей выбирает. Вот только я подумала, что неплохо было бы купить такую штуку, захожу в подружку и вижу там её. На пробу купила. Ой, на камере он жёлтый, какой-то золотистый, но в магазине какое-то освещение другое было. Он был фиолетовый, этот гель. Взяла его, чтобы делать какие-нибудь креативные макияжи. Что-то у меня в последнее время понесло на всякую декоративную косметику. Точнее, понесло-то меня давно, и это не остановишь. Но просто креативные макияжи я очень давно не делала. И не снимала видео никаких, вот с ними, как я их создаю. Мне кажется, пора бы возобновить эту традицию. Доброе утро, страна. Время 9.21, мне пора бежать на завтрак. Оказывается, тут всё по времени. Если что, я так выгляжу, когда только проснулась. Вчера просто неудачно накрасилась. Мне надо срочно уже бежать вниз, потому что завтрак по времени. Накануне дня, когда ты пойдёшь кушать, ты должен на ресепшене заполнить специальную бумажку. Там тебе дают на выбор три варианта завтрака. Это выбираешь тот, который хочешь, и указываешь время, к которому ты подойдёшь. Плюс 10-15 минут допускается, чтобы ты пришёл. А потом, наверное, твой завтрак отдают врагу. Хотя вроде ужин отдают врагу, да? Как в известной мудрости говорится. Но я не хочу проверять, что будет с моим завтраком, если я не приду. Вчера в самолёте дали, как ни странно, печеньку. Хотя мы в апреле летали этой же авиакомпанией в отпуск. И ничего не дали. Кстати, как и смотрится, по-моему, отлично. 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 Помогите, они ходят за мной. Что происходит, я не пойму. Ой, какая милая картинка. Такая милая картинка. Продолжение следует... 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 Не указывай мне, что делать... Продолжение следует... 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 Но когда я увидела, что он тоже остолбенел перед столом и смотрит тоже на эти друг на друга стоящие порции, я поняла, что это постоялец, и он так же, как и я в шоке, он спрашивает у сотрудниц, которые готовят завтраки, мол, это точно моё? Это точно я заказывал? Да-да-да, у вас так было отмечено. А, ну всё, окей. Ну и он так, тушуясь, садится за стол. Мы оба напряглись, уткнулись в свои тарелки и быстро-быстро-быстро-быстро начали есть. Что это? Неловкое. А, так вот куда окна-то мои выходят. Вот это женщина. У нас стопудовая Екатерина II. А позади дом молодёжи царско-сельский. И вот здесь ещё памятник стоит. Для успокоения души я должна выяснить, что это за памятник. Сегодня, по-моему, ещё холоднее, чем вчера. Очень холодный, сильный, пронизывающий ветер. Ой. Скорее бы на работу. Там тепло. Так. Листьев уже нападало. А в остальном очень много зелени ещё. Хотя сегодня у нас 9 октября. В остальном, в октябре. В октябре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...